Салют, камрады! Мы в городе Индия, в колхозе под названием... What name? Puddy cherry. Puddy cherry. И сейчас время завтрака, вы знаете, у нас есть супер-хелси набор. Здесь продаются, стоит 40 рублей, тут все орехи, тут пророщенные чечевицы. Прожили мы в этой комнате 4 дня, да, такой бардачелло. И вдруг на третий день нас включают кондёр. Мы не смогли уехать просто, просто кондиционер, это такое, знаете, чувствуешь себя. На самом деле мы не смогли уехать, потому что начался Дивали. Все забито, все занято, это как Новый год у нас. Так, утренний кофе, и Снеха уже посетила темпо, потому что для них Дивали это очень сильнейший темп. Да нет, я не извращенец, просто в Индии начинается Дивали. Давайте на минуточку заскочим, уделим внимание. Упа, вот так сделали, все по красоте. Говорим, салам алейкум, а не салам алейкум, намасте, здравствуйте. Хапи Дивали, да? Хапи Дивали. Вот и все. Все ритуалы соблюдены. Хапи Дивали, да, вы знаете, это праздник, когда Рама тусил, тусил. 14 лет не было в государстве, где-то на Гоа вярился. Я уже зашел, сказал Брамину хапи Дивали, и я потрясен. Да, это соседнее здание от нас, где мы живем, но тут такое необычное. Все древнее фантастически, но я увидел, я ошалел. Дерево внутри стоит. Чудеса, мистери. Ух, какое место. Его хочется чувствовать, где снега по беспределу заявляет, вот борзая индианка. Да ничего. Если человек силый, коим каждый из нас является, хочет что-то сделать, почувствовать, нет этому преграды. 2000 лет. Да? Ребята, вот это все. 2000 лет, представляете? С вами, с вами. С вами тут? С вами, God, God. С вами инсайд? Да. 2000 лет. А, там внизу святой лежит, который 2000 лет. В этой стороне. Ооо. All swami. Короче, вот почему нас кроет с этой обезьяной здесь. Вот почему мы залипли уже. Четыре дня здесь сидим и не можем понять, почему уехать не можем. Да потому что мы еще не поклонились туда. Три элем. Ооо, все, мы пошли. 2000 лет. Давайте, ребят, до встречи. Мы в другое измерение. Ну, вы видели там уже вчера. What's happening there? Like, before the bandit opened curtain, the music was like... The bandit opened curtain, the music went full power. Ну, вы поняли все, короче, там играют на барабанах. Вот видите, что в Дивали-то делается, столпотворение. Брат устал, он не спит никогда. Happy Дивали. Thank you, bro, for your hospitality. Так, выпурились из Геста. В общем, что произошло вчера? Уже ночь, пол первая ночи. Я там, думаю, что-то в монтаже монтирую весь там. Снеха забредает. Let's fire. Don't stand there. That is cool. Вообще класс. Сейчас лупанет. Сейчас будет праздник, потому что он уже человека-паука переодел щегла. Бам. Давай, fire. Значит, стесняются. Да, это нехорошо снимать, короче. Но происходит стрельба. В общем, забирается она на сайт этих железных дорог индийских. И говорит, фантастика. Пол первой ночи. Есть два билета на поезд, который идет в сторону Мадурая. Но не в Мадурай. Но и в сторону Рамешварама, куда надо. Но не в Рамешварама. Говорит, посередине есть какой-то поселок колхозного типа. Билеты в Индии. Буквально на следующий день тут не бывает. Тут есть такая опция. Это waiting list. Вы ждете месяцами. Вы покупаете билет. У вас там написано, лист ожидания. Вы там 128-й. А тут вдруг. Вот через 10 часов паровозов. И вот сейчас мы идем пешком на ЖД-станцию. Потому что через полчаса у нас поезд. Но они всегда опаздывают. Так что не паримся. Мы не пользуемся тук-туком, потому что уже почти пришли. Вот что заметил. В Индии вокзалы не всегда в каком-то строящемся промежуточном состоянии. Радостные ребята улыбаются. И мы тоже. Как правило. Пудучери. В общем, это будет у нас город, который мы посетили. Французская провинция. Мило. Хорошо. Мне очень понравилось. Ощущение, что какая-то альтернатива даже Гоа. Тут есть серфинг. Тут есть классная набережная. Тут чисто. Народ очень приветливый. Тамил на ду. Люди. Они прекрасные. This is our train. Ну вот все. Каньякумари экспресс. Но нам не в Каньякумари. Мы все-таки хотим. Рамешваран. Смотрите, какая у нее серьезная морщинка. Потому что она заботится о трипи. О путешествии. Молодец. Нумерация нашего вагона С9. Это означает слипер, секонд слипер, девятый вагон. Он как бы плацкар. Да. И вон там номер этих поездов. Что я вам замечу, друзья. Путешествовать по Индии это такое. Надо тренироваться. Вот надо натренироваться. Потом ты в полном комфорте, в отключении, во все принятия. Индия, мама, она дает свои уроки. Особенно людям, которые чересчур напряжены. Сколько я был здесь гидом. Сколько я был тут элитным, скажем так, гидом для Виапиперса. Они всегда такие, бля, бля, что-то пойдет не так. Что-то, наверное, не та платформа. Поезд задержали на два часа. Что делать? Вечная драма. Постепенно ты начинаешь сфинктер расслаблять. Не с точки зрения, что ты дурачком становишься, который ничего не контролирует. Нет, ты начинаешь очень четко понимать, что ты можешь контролировать и что ты не можешь контролировать. И вот это прям стоический закон, который здесь все время. Ты практикуешь водичку, можно пить. Но осторожно, потому что если, опять же, ты не натренирован, ну зачем тебе 2-3 дня этой дизентерии, амебной. Белый здесь это особое внимание. Я тренирую себя для ораторского мастерства, для выступления на публике. Вот в голове у меня там интернет продукт создавать. Поэтому мне надо разговаривать, общаться, не стесняться. Комната ожидания здесь выглядит вот так. Здесь можно переночевать, зарядить розетки. Почему это все показывает? Для того, чтобы вы понимали, как путешествовать, что, какой уровень стресса вам предстоит. В принципе, вот здесь ты стелешь йога-коврик с пацанами. Ну, на ногу положил, голову ему на ногу положил. И вы вместе смотрите какой-нибудь фильм по твоему широкому экрану 12-го айфона. И это нормально, это временно. Ты путник, ты странник, ты в особом состоянии находишься. Классно, когда у вас партнер вот с Неха, она свою часть контролирует. Опа, она заскакивает на сайт, опа, она смотрит, такая, что, что, билеты появились. Там что-то поболтала, там разузнала. Потому что я не представляю, если ваш партнер, ну, девушка или парень какой-то, нюня, да, он такой, а куклица такой, я там в депрессии, я ничего не понимаю, я не знаю. Это будет очень сложное испытание. Потому что мама Индия, это не туризм, ни Египет, ни Турция. Это духовный рост. Я не устаю это повторять. Это эзотерика, это внутренние инсайты, это выход на новый уровень. Это все, что связано с духовностью. Классно, да, подстриг девчонку? Ну, на день рождения подарок. Будет еще видео про это. Так, открывают наши двери, уже можно будет устраиваться. Даже вот эти нюансы надо прошаривать. Ты садишься под вентилятором, вон пацаны белые не знают, они туристы, новенькие. Они сидят, парятся, думают, что так в Индии жарко. А нам хорошо, потому что мы прошаренные. Вот разница. Чувак сидит, смотрит чужой контент. Чувак сидит, грузит контент на видео, остается до поезда. Поезд тоже такой, как будто с войны приехал. 20 минут до поезда, наваливаюсь на вторую задачу челленджа. Утром уже потренил, сейчас английская книга. Вот слова, которые я не знаю, они оранжевые, которые я знал, но забыл перевод. Они у нас такого лилого цвета, которые серые. Это значит, я не знаю, как правильно произносить, но значение слова знаю очень хорошо. Silence your critics. Закопайте, успокойте ваших критиков. Вот такое название у этой главы. Насчет контента я не шучу. Я научился монтировать, прям залетел на 3 минуты в туалет там, пока стоишь здесь. И прям сейчас грузится следующее видео на канал, потому что, блин, производительность повышается. Очень мало смотрю других видео, только вот сейчас по челленджу смотрю, по развитию интернет-продукта. Потому что, когда ты создаешь свой контент, тебе оказывается неинтересен другой контент. Ну, только развивающий, там, сравнить или подцепить какие-то фишки, подучиться. А так, чтобы, блин, расскажите мне, как весело где-то живется какой-то Ваня Усович или еще что-то. Нет, такого нет. Только четкое понимание. Английский, интернет-продукт и обучалки. Никакого развлекательного, там, стендап на русском. Если хочешь стендап, хочешь повеселиться, включая английский, гусь Пашин. Я узнал, я исследовал, что лень, она, раз камета, уходит в скучное, скучное существование, когда ты не делаешь челлендж, друзья, Atomic Booster, если ты не делаешь, тебе скучно. Или не настаиваешь, не преследуешь, не хочешь выполнить какую-то цель. Вот так я это расшифровываю. Может, расшифруете по-другому. Звездное объяснение в переводе даю вам. Когда вы хронически усталые, это означает, что вам просто скучно жить. Вы хернёй занимаетесь, от которой вас не прёт, нету страсти. Потому что, когда вы, говорит, смотрите, ну грустный, неинтересный фильм, чё вы испытываете? Да вы поспать ходите, вы такие, ой, бля, скукота. Да, и вот так, когда ты живёшь жизнь, которая неинтересна изо дня в день, когда мне нету стремлений, когда мне нет приключений и риска изменения обстановки и вызова самому себе. Ну чё, тем, кто ложится спать, спокойно вас на... Че, что ты считаешь по этому вопросу? Я с вами полностью согласен, мастер. Когда мы скучаем, да, почему у нас лень? А в момент, когда нам становится интересно жить, нам надо даже не придумать какие-то занятия вокруг. Наше тело просто нам покажет. Надо прислушаться к телу, и оно скажет, смотри, я даю энергию, тебе прикольно, значит, стало интересно жить. Обязательно поставьте лайк этому видео, а также подпишитесь на наш канал. Смотрю на этот Шантиэкспресс, я никогда такого перона в Индии не видел. Это потому что Дивали. В Дивали люди уже в доме или в их дистанции. Все празднуют или куда-то уже свалили, поэтому такое чудо с нами происходит. Довольные мы сидим, как два питона. Индийская полицейская в Сари. Иногда, когда вы входите в индийский поезд, ну не в этот, конечно, у вас ощущение, что... Ну вы такие в камеру заходите, такой там вечер, в хату. Все глаза на вас, все замирают. И столько людей, что вы испытываете такое... Опять же говорю, нужна привычка. Так, смотрите. Ага, 51-я. Ребята, у кого у вас метр девяносто, тока верхняя полка. На нижней у вас копыта будут до середины болтаться, и каждый проходящий будет их задевать, пинать. Короче, абсолютно некомфортное путешествие. В паровозе есть вентиляторы, кондера в Second Slipper нет. Но классная штука, что здесь есть розетки. И они временами даже очень круто заряжают телефоны или лаптопы. Кстати, полицейская мадам на меня наехала за то, что говорит, ты что снимаешь? И мы как бы с ней поспорили, но она такая милашка, она прям в Сари. И она с дубинкой, и я все потек, потому что... Ну что за БДСМ предстоит? И я такой, да, мадам, БДСМ, yes, she is with stick in some uniform. И с таким милым голосом она говорит, сэр, ну что за фигня? И когда на юге, говорит индусы, начинают как бы ступать в споры, пытаются доминировать, они показывают вот так. Типа, кто такой, кто ты такой, ты думаешь? Like this, да? Yeah, like this, с мизинцем, короче, они начинают играть. Но она классная, она классная. Все, это сигнал, что мы скоро стартанем. Дай мне улыбку на прощание. Красота. Давай, бро, see you. Это мой, да, наверняка потенциальный подписчик, конечно. Русских подписчиков у меня нет, но зато и убийцы меня обожают. А я их. Да и русских я люблю, на самом деле. Я просто прикидываю, что я где-то отдельно, но когда, не дай бог, хоть кто-то начинает говорить о русских, иностранцы особенно, или еще кто-то, и я такой разнос устраиваю, я так отхуйсошиваю. Я говорю, вы, вы поживите в начале там, вы поймите, какие обстановки, какие условия, как живет наш человек, в каких условиях он выживает, в какой зарплаты, в каких климатических, как он растет, какое окружение. Какое все, и потом вы можете только что-то сказать. У вас нет такого жизненного опыта, поэтому вы не можете осуждать тех людей, теми ставчик, в макосинах вы не ходили, не то что два месяца, как в индийской поговорке, а годами. Ух, как. Классный цвет воды, искупаться охотом, еле сдерживаюсь. Ага, говорит, местная классная решка для отдыха на побережье и рыбалке. Хороший район, спокойный. Это самый лучший, ребята. Шанти поезд, шанти трейн, шанти пипл, шанти герл. Спасибо большое. Е kind knife. Желаю д Sanutca. Е displacement. Все, друзья, для вас супер пожелания. Давай. Желаю д Saυτку. Ебットca. короче набрали чая набрали самос все это максимально сахаром вредно вот такие глаза он себе арендовал классный датчик зашли веселые соседи и у них такое общение и вот мне интересно чутки арут аж вообще но вы слышите вот чувак думает комрады но уже наступила ночь мы еще не приехали паровозе веселье так детей накидали громко и весело дерзко я закрываю еще одну цель челленджа по поводу интернет курса как же это создается очень интересно сложно но интересно вот сижу смотрю что по челленджу одна из задач крайний день сегодня заключительные счастливы радостно для тех кто принял челлендж и вот у меня была поставлена 18 тысяч человек и много не добрал но это вопрос одного-двух дней и это круто спасибо вам друзья что вы принимали такое участие опасных а перебралась туда нарушила границ на чужое место чик цап а чокола твия чокола веско потому что что бире я не было как всегда острая паровозная надо что-то хорошо сделать варчу абсолютно пируши друзья спасают паровозе потому что тут адская конечно рубля но весело и вали камрады мы с моим акулием зуба да смотрите типа ты такой начинаешь 5 причем причем все такой брат чонок а нормально все тела не понял такой зайти он тоже в теме живет своей жизнью приехали смотрю карту мы в тассе кореш появился он такой душевный мы пока в карту смотрим он с нами стоит тоже втыкает ничего не говорит но добрый малый в общем два часа ночи вот здесь сказали подойдете возьмите билеты на электричку продолжите путь в сторону рамешварама два ночи сейчас девять вечера нормально камрады это фантастико вот так в индии работать мы приходим не чуть все закрыто играть а вы что хотите мультим до переночевать сейчас мы вам откроем комнату вы здесь будете одни балдеть увы и вот мы здесь как бы будем сейчас кайфовать с туалетом со всеми делами одесса локален сайт так и полетели классная гостика для нас одних прикол ухты а ребят наверное я не уточнил это же все бесплатно сейчас я стилю коврик медитация выпускаю шорт и завтра мы уже рано утром на рассвете увидим рамешварама древности есть легенда что рама его построил какой-то древний мост который сейчас разрушен но он соединял свое время шри-ланту и вот такая фантастика а индия скоро будет гениально здесь переименована бхарат 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 это круто это даст национальный пинок национальному так сказать самоосознанию что ли они уже больше не хотят быть никакими отголосками колонии это будет бхарат великие как-то это приводится великая спрашивку снэки вот так друзья работают профессиональные все организовали хату мы с ним ложимся решили два часа ночи не стартовать стартанем в пять утра потому что здесь клево да уже 12 осталось пять часов по болотни и мы в рамешварами и абсолютно и 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